Все возникало с чувства удивления, все начиналось с чистого места. Стремление постичь предметов свойства, найти надлежащие места. Все возникало с чувства беспокойства, все начиналось с чистого места. За парком, за роялем, на арене, над глиной, на подмостках, у холста и фестивалей. Талантов, выражения. Все начиналось с чистого места. С вас, созвездия талантов, есть звездочки у нас. Созвездий талантов, их множество от опасности. Созвездий талантов, танцуем, поем. Созвездий талантов, мы творчески живем. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на фестивале детского творчества «Созвездия талантов», посвященном Году театра в России. Он проводится в целях развития и совершенствования творческих способностей детей, формирования гражданственности через приобщение к художественному творчеству. Наш ежегодный фестиваль – это праздник детства, фантазии, дружеского общения. Сегодня в нем принимают участие дети и педагоги образовательных организаций, самодеятельные театры, общеобразовательные учреждения, объединение дополнительного образования художественно-эстетического направления деятельности. С приветственным словом к участникам районного фестиваля обращается председатель сегодняшнего жюри, механист управления образованием администрации Тарачаевского муниципального района Бублий Галина Евгеньевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши юные актеры, уважаемые руководители, уважаемые гости, мы начинаем последний этап нашего муниципального фестиваля со звездой баланса в вашей школе, в Каменноморской школе, где есть традиции художественного творчества и работы театра. Но, может быть, не настолько хорошо, наверное, как они сегодня решили поставить маленького клинца, и это замечательно. Мы в последние три днях видели самые разные формы, самые разные произведения. Когда задумывался этот фестиваль, мы планировали отмечать дни и годы рождения произведений, которые изменили в каком-то смысле мир. Это и Дума, это и Александр Сергеевич Пушкин, это и Бога и много-много других произведений, которые детская аудитория читает. Это большое счастье, что вы обращаетесь к художественному творчеству, к художественной русской и заблежной литературе. Нам так повезло. Сегодня у нас есть человек, которого, конечно же, я рад. Она является заслуженным работником образования и культуры, и детским писателем. Наш замечательный член жили, Павелан Печелев. Это родина моих родителей, верхнюю члену. Вы хотели бы приобрести мертвую стушку? Не существует еще, Павел Сергеевич. Ну что ж, я готов продать их вам. И позвольте поинтересоваться, какова же была ваша цена? Ну, чтобы не требовать с вас лишнего, Посту рублей за шутку. Посту? А что, разве это для вас дорого? Мы, наверное, друг друга не понимаем. Посмотрите, спроси, какова же будет ваша цена? Моя цена? Да. Ну, по 8 гривен за душу. Э, куда платить? По 8 гривен. Я тут, понимаете, вам не лапты продают. Однако, согласитесь, ведь это же нежилые. Да чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. А у меня все как на подбор. Как ядреный орех. Не мастеровой, а кино. Этакий, этакий, здоровый мужик. Не верите? Посмотрите. 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 Корейник Михеев. Он сам обьет и лаком по трое. Пробка Степаном плотный. Трех аршин вершком росту. Треслость и пренервы. Служил в квартире. Ему бог знает, что дали. Позвольте. Что позволит? Что позволит? Милушкин кирпич мог поставить печь в любом году на доме. А я, Мехи Сарокоплекин, от нового брота вдруг приносил. И то, пятьсот рублей. Позвольте, Михаил Семенович. Ведь это ж люди-то мертвые. 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 Да. Действительно жертвые. И кто из этих людей числится жгущими? Ведь это они люди. Это мухи какие-то. Однако они существуют. А это мечта. И это не мечта. Я вам говорю, такого мужика, как Михеев, вы нигде не ищите. Больше двух рублей дать не могу. Не извольте. Не извольте. Чтобы не претендовали, что я запрашиваю, дорого. 75 рублей. Мне страшно, правда. Ведь этот предмет просто фу-фу. Кому он нужен? Чего он стоит? Фу-фу. Стало ведь дубок файт. Значит, вам нужен. Два рублика. Эх, два рублика от вороблика. Торгуйте, торгуйте, да? А так что, ведь, воскошелиться можно. Ну и извольте. Попалкинки прибавлены? Нет. Значит, 32 с паутинкой не хотите? Ну и извольте. Прощай. Нет. Давайте. Давайте 30 рублей. А нет, я просто зря тратил время. Позвольте. Ну, позвольте, позвольте. А! Ну, позвольте, позвольте. Я вам сейчас скажу одно приятное слово. Угол, не хотите? Угол. 25 рублей. Четверт, два не дам. Копейки не прибавлю. Нечего с вами делать. У вас душа человеческая, словно пареная репа. Хоть по три, блядайте. Не могу. Нечего с вами делать. Убыток. Убыток. Дайте, Хан, сейчас по 50 рублей. Не могу. Есть у вас? Нет. Ну, прощайте. Куда прощайте? Дайте, а ты. Наразпись очку. Зачем вам? Вот 10 рублей. Сначала записку. Не делайте. Старик. Ну, ничего, ничего. Женского пола не хотите? Нет, спасибо. Женского пола не нуждают. Матли, вы недорого взялись. Рубль по рубль за штучку. Нет, спасибо. Михаил Васильевич, я бы хотел попросить, чтобы эта сделка осталась между нами. Само собой. Прощайте, Михаил Васильевич. Прощайте. Прощайте. Мощай. АПЛОДИСМЕНТЫ В постановке учащихся голос ось Алла Учкула. У отставного генерал-майора Бузеева. Лошадиная фамилия. Учкула. Под водкой. Конякот. Прикладывал к больному зубу. Опи. Скипидар. Керосин. Маза щенку вода. Ушам у него была лавата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Ну, парень, один будет, двадцать, двадцать, двадцать. Нет, я не выдержу. Как знаешь, парень, тебе витнее, если что, позови. Парень, можешь попробовать? Да нет, не поможет. Между прочим, и приказчик Глубеева, Иван Васильевич, пришел к нему и посоветовал полечиться сагом. Тут, в нашем уезде, ваше православительство, лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы. Первый сорт. Бабава отвернется как кошка, пошепчет, попьет. И как рукой, сила ему такая дадена. Где же он теперь? Так, после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове теща живет. Домашних саратовских на дому себя пользуют. Ежели у которого человека зуб заболит, то идут к нему, помогают. А ежели кто из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему депешу, ваше православительство. Что, мол, так вот и так, у раба Божьего Алексея зубы болят. Прошу выпользовать, а деньги ему почтой пошлете. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайтесь в ваше православительство. Домодкий охотник живет не с женой, а с немкой. Ругатель, то можно сказать чудодейственный господин. Пошли, Алеша. Тут не верь заговоры, а я на себе и спрятала. Хотя ты не верь, но отчего не послать? Други ведь не отвалятся от этого. Ну ладно, тут не только к акцизнам, но и к черту депешу пошлешь. О, молчи нет. Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Его в Саратове каждая собака знает. Извольте писать, ваше православительство, город Саратов стало быть. Его благородью господину Якову Васильичу. Якову Васильичу. Ну? Васильичу Якову Васильичу. А по фамилии... А фамилию вот и забыл. Да, ведь я как сюда шел, помню. Позвольтесь. Что ж... Ой. Что ж... Ну что ж, скорее думай. Сейчас. Якову Васильичу. Васильичу. Черт, как же его фамилия? Помню. Такая простая фамилия. Словно как бы лошадинная. Жеребчиков? Нет. И не жеребчиков. Штерковский? Нет. И не жеребковский. Пошадинин. Пошаковский. Пошадников. Пошадников. Все не то. Забыл. Так зачем же черт тебя возьми и с заветами лезешь, ежели забыл? Вступай отсюда вон. Ой, матушки. Ой, батушки. Ох, света белого не вижу. Преказчик выждался и, подняв небо в глаза, стал напоминать фамилию Артисы. Жеребчиков. Жеребовский. Все не то. Преказчик, парень зовет. Да, Ваше превосходительство. Вспомню. Никак нет Ваше превосходительства. Ммм. Может быть Конявский? Вошадников? Нет? Никак нет Ваше превосходительство. Парень? Тройки? Или Уждечкин? Нет, Уждечкин. Но наступил вечер, а фамилия все еще была не найдена. Так и спать-то был, и послал в телеграмму. Генерал не спал в телеграмму. Он ходил и зубов в телеграмму, и станал. В третьем числе украп, он вышел из домов, и постучался в окно приказчик. Да, Ваше превосходительство. Не меренов ли? Нет, не меренов. А может быть фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая? Истинное слово Ваше превосходительство. Фамилия Лошадиная. Это даже очень хорошо помню. Экий ты такой, братец беспамятный. Для меня теперь эта фамилия стала быть довольно дороже всего на свете. Нет больше сил, пускай рвет. Доктор, парень зовет. Приехал доктор. Ах! 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 Ух! Ух, ух, ух! Ух, ух! Сволю тихо точишь, и генерал успокоишь. Дай ему пять рублей. Сделал свое дело, и получил, что следует за труд, но кто взял свою плечку и поехал домой. Ваня Евсеевич, голубчик, не одолжитель нечет детей бедевца, а то больно наши ручки продает много походов. Вспомнил, барин, надумал, дай Бог здоровья доктору. Ассов, Ассов, фамилия Акцизнова, посылайте Депешу Ассову. На, Кася, не нужна мне теперь твоя лошадинная фамилия. На, Кася. Спасибо.